Новости из Израиля, с вами Альберт Векслер. Говорить или не говорить – дилема Нетаньяху перед Конгрессом. Махмуд Аббас открыл палестинское посольство в Штатгольме. Около Кесари найден рекордный клад древних золотых монет. Главным предметом израильских новостей последние две недели было приглашение премьера-министра Нетаньяху выступить с речью в американском Конгрессе. 17 марта в Израиле пройдут выборы и необычно, чтобы лидера, готовящего к ним, пригласили в Вашингтон. Обычно, когда государственный лидер обращается к Конгрессу, он также встречается и с президентом. Хорошо известно, что взгляды Обамы и Нетаньяху расходятся по многим вопросам, особенно по вопросу ядерной программы Ирана. Однако Нетаньяху получил приглашение от спикера палаты представителей республиканца Джона Бейнера, которого Обама критикует за приглашение, которое было воспринято как способ помочь Нетаньяху на израильских выборах и выступить против Обамы в иранском вопросе. В Израиле, как обычно, мнения разделились, но главная критика в адрес Нетаньяху заключается в том, что он будто разрушает двухпартийную поддержку, которую Конгресс оказывает Израилю и унижает Обаму. По словам критиков, такое решение приведет к дальнейшему ухудшению отношений США с Израилем, и Израиль потеряет все влияние на решение Америки в отношении Ирана. Нетаньяху отвечает, что его обязанность, как премьер-министра Израиля, привлечь внимание мира к опасности ядерного Ирана и попытаться повлиять на Конгресс. Мало кто сомневается, что Нетаньяху и его партия Ликуд получат в Израиле поддержку в результате его выступлений в Конгрессе, или что тема ядерного Ирана снова окажется на повестке дня. Более того, мало кто сомневается, что отношения с администрацией Обамы ухудшатся. Нетаньяху считает иранский вопрос эксистенциональной угрозой. Если он решит не использовать возможность выступления в Конгрессе, и если в апреле будет подписано соглашение с Ираном, и если Иран действительно станет ядерным, как тогда будет воспринят его отказ выступить в Конгрессе? Какими будут обвинения оппозиции в случае развития этого сценария? Главная проблема в том, что лидеры двух государств имеют совершенно разные взгляды, даже можно сказать идеологии. В конце концов, нет правильного ответа на вопрос, надо ли Нетаньяху выступать в Конгрессе. Все дело в том, как взвесить за и против. Однако израильская оппозиция, которая также считает ядерный Иран эксистенциональной угрозой, подвергает опасности безопасность страны, показывая пальцами на Нетаньяху, вместо того, чтобы объединиться за его спиной по этому важнейшему вопросу. Во вторник прошлой недели лидер палестинской автономии Махмуд Аббас посетил Швецию, встретился с шведским премьер-министром Стефаном Лефеном и открыл палестинское посольство в Штокгольме. В октябре Швеция стала первой из старых государств-членов ЕС, признавших Палестину. Они поступили так, в надежде, что другие страны последуют их примеру. Несмотря на символические голосования такого движения, в некоторых странах ни одно другое государство Евросоюза не последовало примеру Швеции. Израиль резко отреагировал на решение Швеции в октябре и временно отоспал своего посла для консультации. Более того, министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем отменила поездку в Израиль и в Палестину, после того, как министр иностранных дел Авигдор Либерман отказался встретиться с ней. Во время визита Аббаса на прошлой неделе Лефен пообещал передать палестинской автономии в качестве экономической помощи 180 миллионов долларов в течение последующих четырех лет. Лефен подчеркнул, что мы должны помогать друг другу в борьбе с коррупцией, улучшать соблюдение прав человека и, конечно, продолжать строить государство. Аббас и Лефен подчеркнули необходимость возобновления переговоров с Израилем. Шведский премьер даже подчеркнул, что, несмотря на гнев Израиля по поводу решения его правительства, Швеция может сохранить свои добрые отношения с обеими странами. Неясно, кого Лефен думает одурачить. Определенно, не Аббаса, который теперь получит еще больше денег для своего коррупционного режима, изобилующего примерами нарушения прав человека, и который больше энергии тратит на то, чтобы уничтожать другую страну, нежели строить свою собственную. В ту минуту, когда Лефен признал Палестину как государство, он продиктовал сторонам решение, тем самым закрыв тему необходимости переговоров. Вместо того, чтобы требовать перемен, прежде чем предлагать признание и деньги, Лефен раздал все свои яблоки еще до начала торговли. Израильские дайверы обнаружили в районе древнего порта Кейсари клад золотых монет эпохи Фатимидов 10-12 век н.э. О находке сообщили в Управлении древностей Израиля. В общей сложности клад содержал около двух тысяч золотых монет разного достоинства, от четверти динара до динара. Обнаружение данного клада стало возможным благодаря недавним зимним штормам. Речь идет о крупнейшем кладе золотых монет, когда-либо найденном в Израиле. Дайверы рассказывают, что заметили необычные блестящие предметы на глубине около 12 метров. Найденные монеты поначалу показались им игрушечными, похожими на шоколадные фантики, потому что они были тонкими и легкими. Но затем, поняв, что нашли настоящий клад, аквалангисты взяли несколько монет и вернулись на берег, чтобы сообщить руководству Кейсариского дайвинг-клуба. Была организована специальная экспедиция с использованием мини-субмарины и группы водолазов с металлоискателями. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Пишите нам ваши вопросы и пожелания по адресу на экране. Редактор субтитров А.Семкин